На выходных в спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоялся очередной всеукраинский турнир по художественной гимнастике и спортивным танцам «Одесса-мама». Девушки соревновались в нескольких возрастных категориях. Впрочем, победителей на турнире было много. Организаторы поощрили памятными призами практически всех участниц. Продолжат тему наши корреспонденты. Международный гуманитарный университет и спортивный клуб «Тигренок» организовали настоящий праздник для любителей художественной гимнастики и спортивных танцев. Представители этих дисциплин со всех уголков страны приехали в спорткомплекс «Университет», чтобы принять участие во всеукраинском турнире «Одесса-мама». По словам почетного гражданина города Одессы, президента Международного гуманитарного университета и Одесской юрокадемии Сергея Кивалова, нет ничего удивительного в том, что юные грации приехали на берег Черного моря. Здесь созданы все условия не только для тренировок, но и для турниров по художественной гимнастике самого высокого уровня. Я привык организовывать такие всеукраинские соревнования, потому что именно в этом зале тренируется школа Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Я помню, в прошлом году они оказались без помещения, и мы отдали им это помещение для того, чтобы они проводили здесь тренировки. И наши одесситы, они являются лучшими, потому что школа художественной гимнастики в Одессе является одной из самых сильных в Украине, и не только в Украине. Отметили уровень организаций и участницы соревнований, и их тренеры. В спорткомплексе университет проводят свои занятия представители детской и юношеской спортивной школы по художественной гимнастике Олимпийского резерва Черноморец. Лишившись зала для тренировок три года назад, они обрели в этих стенах современную тренировочную базу. Сергей Васильевич Кивалов нам и предоставил этот зал. Спасибо ему большое. Эта площадка очень удобная. В данном случае мы занимаемся в этом зале, ну как бы на постоянной базе, поэтому это, наверное, один из лучших залов для художественной гимнастики в городе. У нас разные возраста. У нас, правда, нет самых-самых маленьких, таких вот пяти-шестилеток, а вот начиная с 2011 года, получается, 9-летний возраст, и самая взрослая девочка у нас 17 лет. Художественная гимнастика – вид спорта, который требует усердного труда и кропотливых тренировок. Для девушек очень важно, в каких условиях проводятся подготовительные занятия и соревнования. «Очень хороший уровень, мне очень нравятся эти соревнования. Вполне хорошее судейство, хорошая площадка. У нас несколько раз в год чемпионаты Украины, мы уже на командном чемпионате заняли второе место. Я считаю, что это очень идеально». «Организация на высшем уровне, все очень нравится. Не все заладилось конкретно у меня, но есть над чем работать, конечно, и будем работать. В среднем по 4 часа в день. 3-4. «Не было желания бросить это все из-за усталости?» «Из-за усталости нет, но когда не получается, конечно, бывают закрадываться такие мысли, но это просто нервы». Впереди у девушек новые старты, в том числе и за пределами нашей страны. Возможно, кто-то из них заявит о себе на ближайших летних Олимпийских играх.